Я надеюсь, не сильно задержу этим вкраплением этого доклада из последующих докладчиков. И прошу прощения от имени Александра Стантиновича за то, что он не смог прибыть сегодня и предоставить эту информацию. Ну, что касается темы доклада, прежде всего хочется сказать, что любая неодювантная терапия при данной карциноме простаты и в целом, и в частности, неодювантная химиогормональная терапия – это то, что называется off-label treatment. Это не включенные в стандарты схемы лечения, которые в основном исследуются в различных клинических исследованиях, в том числе и это наша работа, которую я сейчас попытаюсь вам продемонстрировать, которая была одобрена нашим локальным этическим комитетом. Но, с другой стороны, это не значит, что нет на эту тему никакой информации. Различных исследований проведено довольно много, и тут можно сказать, что наш институт – один из лидеров в этой теме. Опыт неодювантной химиогормональной терапии у нас один из самых продолжительных в мире, и мы выступали с этими сообщениями на различных конгрессах, множество публикаций, в том числе и в подмеде, в пиер-ревью, в различных журналах. Результаты химиогермональной терапии у нас получены были следующие. Это вот, скажем так, первая когорта пациентов, которые проводили лечение более 10 лет назад, почти 11-летний опыт наблюдения за этими больными. Было две группы, группа, которым выполнялась радикальная простатоктомия, и которым проводилась химиогормональная терапия. Здесь приведены параметры пациентов, клинические характеристики, и вот результаты лечения. Результаты следующие. Несмотря на то, что по всем основным онкологическим параметрам, а это выживаемость без прогрессирования, общая выживаемость и канцероспецифическая выживаемость, получена разница между этими тремя группами, только канцероспецифическая выживаемость отметила достоверные различия между данными режимами лечения. Зачем, в общем-то, проводить адъювантную химиогормональную терапию? Ну, в целом, сейчас в мире проводится довольно много исследований, в которых проводится системная терапия локализованного, местно распространенного опухолевого процесса в предстательной железе. То, что раньше лечилось только двумя стандартными методами – это хирургическое лечение и лучевая терапия. Во-первых. Во-вторых, это ренессанс такого препарата, как Дотстексел, который сейчас включен во множество исследований и оценивается его эффективность, как в терапии метастатического рака простаты. Вот мы видим больше 2000 публикаций на сегодняшний день в ПАГМЕДе. В то же время в неодювантном режиме при раке предстательной железы публикаций не так много, всего 92 мы можем найти в литературе. Но у нас имеется одно рандомизированное исследование, исследование ЧАРТЭТ. Это известная работа, в которую включили пациентов не только с метастатическим процессом, но и суммарно около 40% пациентов не имело отдаленных метастазов. Из них 15% имели позитивные лимфатические узлы при клиническом стадировании, и каждый четвертый вообще не имел никаких ни региональных, ни отдаленных метастазов. При этом получены следующие результаты. Нам интересен локализованный местно распространенный процесс рак предстательной железы высокого риска. Обратите внимание, что один из наиболее выраженных эффектов имеется именно при отсутствии данных за поражение региональных лимфатических узлов в случае, если мы к стандартному лечению добавляем ДОСТЕКСЛ. Это преимущество перед стандартным лечением, в данном случае радикальная простатектомия или лучевая терапия. Итак, пациентов без метастатического поражения в этом исследовании, как и в общем-то в других исследованиях, было меньше, но их прогноз был благоприятнее, летальность меньше, но выживаемость без прогрессирования и канцерспецифическая выживаемость оказалась выше у больных, получавших неодьюантную терапию ДОСТЕКСЛ. Это достаточно серьезный вывод, который позволяет, ну, как минимум, серьезно рассматривать данную схему лечения с применением неодьюантной химиогормональной терапии. Большее метастатическое поражение показывало более выраженный эффект, но в частоте ответа при наличии и отсутствии отдаленных метастазов различий не было. Еще одно исследование, которое проводилось с использованием неодьюантной химиогормональной терапии перед радикальной простатектомией, это вторая фаза исследования пятилетней давности, показало полный ответ у 24 пациентов. Забегу немного вперед, у нас такого ответа не было, полного ответа. Нас каждый раз, когда мы выступаем с данными сообщениями, спрашивают, был ли у вас полный ответ. Вопрос один и тот же мы, но вот такого ответа мы не нашли. Пациенты, которые были включены в это исследование, небольшое относительно представленные в данной таблице. И еще одна работа десятилетней давности, которая показала, что также при локализованном и местно распространенном процессе неодьюантная терапия имеет преимущество, биохимический рецидив развился только у 30% пациентов. Для данной когорты больных рак простаты высокого, очень высокого риска, где, ну, наверное, две трети больных прогрессируют в течение достаточно короткого срока. Это очень хороший ответ. Кроме Достоксела, сегодня в неодьюантном режиме пытаются использовать в различных схемах другие препараты, в частности, абиротерон, который пытается в терапии медостатического рака конкурировать с Достокселом с химиотерапией, как в режимах уже первой линии, он уже включен в стандарты в этой схеме, также показал свою эффективность при локализованном процессе. Дизайн нашего исследования выглядит следующим образом. Это слайд из зарубежной презентации. Пациенты рандомизировались на проведение стандартного лечения радикальной апростатектомии, на только гормональную терапию, на гормональную терапию с химиопрепаратом вместе и через каждые два цикла проводилась оценка по критериям лицист. В конце концов, всем пациентам выполнялось радикальное хирургическое лечение. Осложнения химио-гормональной терапии были невыраженными. Нежелательные явления третьей-четвертой степени отмечены только у пяти пациентов после проведения суммарно 96 циклов и 40 циклов гормональной терапии. В целом, осложнения химио-гормональной терапии можно разделить на следующие группы. Как я уже сказал, первая-вторая степень около 20%, третья-четвертая степень примерно 16%. Из них гематологические осложнения превалировали. Негематологические осложнения развивались немного меньше. Особенно выраженный данный ответ был, данная разница была, если оценивать осложнение третьей-четвертой степени. Но тут надо сказать, это не отмечено в презентации, пока еще это не опубликованные, скажем так, данные, что гематологические осложнения развивались у пациентов, у которых был наиболее выраженный клинический ответ, и которые потом даже при очень неблагоприятной гистологии, очень низкой дифференцировке, очень выраженном местно распространенном процессе оставались без биохимического рецидива. Пока мы не можем найти этому объяснение, но я думаю, что это как-то отразится в нашей дальнейшей работе. Нейтропения или ликопения, как наиболее яркие примеры гематологических осложнений при неодъювантной химио-гормональной терапии, отмечались чаще всего, в том числе и осложнения третьей-четвертой степени. Ну и ответ у нас на неодъювантное лечение был получен следующий. Ответ мы оценивали по динамике ПСА и по распространенности процесса. Отмечено почти в два раза уменьшение пристательной железы, уменьшение такое же, уменьшение опухоли в малом тазу локального процесса и изменение в виде уменьшения размеров региональных лимфатических узлов. Ответ по снижению ПСА, как оказалось, играет довольно значительную роль. Это не просто подавление гормональной стимуляции опухолевого процесса, это и один из предикторов дальнейшего опухолевого процесса. Показано в нескольких работах, в том числе и в нашей работе, что снижение, вот у нас получено снижение до 0,8 нг на мл. Если снижение происходит до уровня 1 нг на мл, то выживаемость достоверно выше. Таких больных было значительно больше в случае, если пациенты получали химию гормональную терапию по сравнению с теми, кто получал только гормональную терапию. Онкологические результаты находятся, скажем так, в состоянии оценки, поэтому вот такие предварительные данные нашей работы. Спасибо за внимание.